всем здравствуйте сегодня 9 декабря 2023 год одесса так что здесь музыка болгачок прошел с музыкой так надо приостановиться сейчас ну как видите в одессе весь снег растаял почти где-то в городе вообще нет снега где там подальше есть где по краям да сейчас открылись уже елочные базары в одессе и цены на елки такие ножевые елки от 400 гривен и до 4000 гривен гривен это есть и елка и сосна и пихта да 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 есть конечно искусственные елки они подешевле но тоже есть и 300 гривен и 400 и тысячи тоже есть смотря какая ну и тысячи и две да 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 смотря как мы пойдем на елочный базар покажем да наверно сейчас наверное их меньше но все равно предупреждают чтобы осмотрели чтобы они были лицензионные и потому что нельзя покупать левые да 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 мне кажется сейчас нету браконьеров хотя все может быть и елок на на меньше продают ну например очень давно не покупаем елки у нас искусственно маленькая елочка с игрушками правда мы в том году даже ее не ставили вообще не было настроение мы веточку сосновую вазу поставили да мы так делали и в новый год ставили веточку на кровь на ее украшали елочными игрушками мы даже и сейчас такого не сделали но приеме ну в прошлом году просто веточку поставили как будь в этом году не знаю посмотрим хотя у меня такое настроение тоже веточку поставить шишечками а там будет видно так хорошо что у нас еще за одессу сегодня суббота завтра воскресенье работают все театры нужно пойти на спектакль в кирхе будет концерт этот концерт каждый год идет авва мария он называется можно кто захочет пойти посмотреть а вот в оперном театре седьмого декабря если я не ошибаюсь исполнилось 100 лет одесской труппе оперного театра я подчеркиваю не самому оперному театру а труппе оперного театра потому что раньше не было постоянной труппы а в 1923 году ее создали и конечно никакого празднования не было в оперном никак это не отмечалось просто был спектакль и все без всякой помпезности но это же событие наверное но если я не ошибаюсь по моему я не ошибаюсь вот у нас такие будочки стоят здесь нужно хлеб купить да это вчера я рассказывала что море замерзалые были когда когда замерзали мне написали что мужчина написала что помнит что как в 1985 году замерзло море а я нашла такие видео где мы сняли замерзшее море это было в 2017 году и если кому интересно могут посмотреть в плейлистах там есть плейлист называется море на нашем канале на ютубе это я на ютубе да нет на одесские прогулки которые в телеграме я не выложила но название одесские прогулки и ссылку я выкладываю ссылку выкладываю под каждым видео можно зайти посмотреть там есть совсем другие видео другая информация она в течение дня меняется а я что знаю что я прошла что сегодня ночью в поселке березовка одесского одесской области был пожар в аптеке или березовка можете березовка березовка пожар в аптеке два часа тушили сгорела полностью аптеку сейчас будут разбираться почему она загорела что там произошло я так поняла что людей не было слава богу потому что и пару дней назад вот я тоже читала на дачной был пожар и сгорел полностью частный дом ух ты да 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 зимний период люди не пострадали пошла пошла ну я кусок ну что божечка да я зимний период всегда надо быть очень строй ну да люди там топят печками топят ну кто как по-разному я не знаю с чем ну мало ли мы не знаем да что это или кричит твой да да вот я не знала вот вчера оказывается весь день на поселке Котовского на некоторых улицах не было ни света ни отопления это вот у наших родственников но к вечеру появился и свет и отопление и сегодня уже с утра у них спрашивал ну что там свет у всех есть и тепло они да 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 есть все спасибо слава богу ну это все связано вот с этой трубочкой аварии да да аварии этой воробушки вот сейчас так важно подкармливать или идем налево а как ты хочешь я хочу налево пойти только по той стороне или по этой ну и по той пойдем налево да сейчас холодно очень и животным тоже холодно и очень важно сейчас есть возможность подкармливать животных корм да да корм и кошечкам и собачкам потому что вот я слушала директора нашего зоопарка и он рассказывал что животные не мерзнут а они замерзают от того что они голодные вот от этого они могут замерзнуть потому что они в поисках еды тратят много сил да и они обессиливают и бедненькие замерзают вот так домашним питомцам в этом отношении больше ты думаешь это домашний питомец? он так смотрит на него наверное домашний да ну у него же поводок а ты видел поводок? да я не обратила внимание да ну кстати скоро вот начнутся ярмарки вот здесь тоже всегда красиво украшают в этой кирхе они даже и вертеп ставят да 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 ставят ставят это римско-католическое кафедральный собор успения вот эти вот двор покажу вам здесь всегда очень красиво бьют часы и очень красиво и двор здесь очень красиво все так красиво да сделано и вот здесь и здесь очень красиво да всегда делаются ярмарки украшаются очень красиво к Рождеству, к Новому году ну кто как по-разному смотри на этого рыжего посмотри на него я вчера был в магазине а там вот такой вот рыжий хвост отрубили это самое не хочу отрубил ужас на рысь похоже знаешь большая, крупная ужас ну так можно кто то такие зерки кошмар ну видела там стоит у котика кушать кормушечка стоит да 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 Мне понравилось бы, когда были даже возле Опермана, там кофейня маленькая, вот эта на колесиках. Да, 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 и что? И стоит поилка и кормушка. Да? Он приходит, открыл сразу, выложил на свеку. Да, у нас, вы знаете, у нас очень сильно вот это развито, возле магазинов, возле будучек, возле кафе или в кафе. Всегда стоят кормушки, поилки. В Одессе это очень поддерживается. И люди всегда стараются кормить животных. А мы шли когда, помнишь, возле на бульваре Леонтовича? И там две кошечки, а корма была столько. Да, 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 но они, видно, уже все поели. Там даже, да, тоже такой дворик небольшой. И да, очень много корма разного. И в мисочках, и в баночках. И сухой, и мокрой, и еда готовая. Ой, мосечку. Да. Да, 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 очень много, да. Здесь всегда красивый магазин. Очень я обращаю внимание на него. Мы как-то заходили сюда, но сегодня мы не будем заходить. Да. Да. Просто покажем это посуда. Ага. Красиво. Да, сейчас много магазинов, много скидок. И, конечно, очень красиво украшаются сами. Вот тут. Вот так сейчас модно вот такие вот куртки. Что? Ага. А покажи куртку. Да, куртки. Вот цена. Куртка 3090. Свитер 1590. 1599. Джинсы 1390. Лоа Ферре 2540. Черевики 2790. Ага. Вот такой бутик небольшой, симпатичный. Ну, здесь есть селька, в которой здесь ресторан облака, да, или облака, как он за, облако, по-моему, облако, да. С него очень красивый вид сверху. Одессы. Там говорят, хорошая кухня. Мы там никогда не были, но люди рассказывают. Сейчас. Елочки. Красиво. Так смотришь, да, в магазинах светится, украшено, ну, это холодно, ветер, и сыр, и влажный. Нет, мы придем по этим красивым кафе, а там установимся, да. Вот, кстати, вот афиша. Что тут можно посмотреть, вот, пожалуйста. Видно, дружина, это мускомедия, 12-го грудня. Тревога по-одесски. Тревога по-одесски. Это тоже грудень? Да, да. Ну, что ж ты меня уводишь, я бы еще показала. Ну, а что? Нет. Святофор же не убежит. Да. А вот рок-хрестство 25-го грудня в филармонии. Вот тоже концерт будет. Иван-горен. 12-го года. Да. Ну, очень красиво здесь. Здесь когда-то было два Карла бар. Сейчас, конечно, его нет. А здесь очень красивые вот эти кафе, которые горели, восстановили. Тоже вот был пожар. Столиков уже нет. Летом здесь стоят столики. Это Моника, а то Никас. Да. Да, меню стоит. Вот. Можно посмотреть меню. Да. Ну, оно мелкое, я не знаю. Ну, можно будет посмотреть, увеличить. Если кому интересно, всегда можно... Выездить на компьютер и увеличить. Ну, что-нибудь на площадь можно. На телевизор, кто как. У кого что есть. А вот, смотри, там такой огромный бант. Это шок с истории. Что-то новое или они просто так украсили. Перед праздником украсили. Да, да, да. Ну, видите, разные. По-разному украшают. Есть скромно, но очень интеллигентно и красиво. Да? Да. И юлки вечно зеленые. А это магазин свежекосметика, ручная работа. Видите, тоже так украсено. Красиво, да. Ну, хорошо. Он там очень интересный. Горик. И, хочешь, знаете, департамент перекладев. Ух ты. Ну, дюкзюк. Напоследок. Может, мы не двор снимаем. Может, мы на департамент перекладев. Это что такое? Так поставили этот самый? Запорожец. Там написано, где-то там переехали. А, ага. На Запорожье. А, именно на Запорожье так поставили? Да, местом. А, да, так интересно. А, жалко стоять машину. Нельзя подойти ближе. Ну, сейчас я здесь. Подожди. Мы как-то снимали этот дворик. Летом там. А, вот этот Запорожец. Я их вам покажу. Департамент. Сделали кабриолет. Да, здесь есть колодец. Мы его как-то летом снимали. Тут колодец. Тут кошки были. Видишь? Здесь вот такое. Ну, дальше. Ну, да, да, да. Уже. Там нотариус. Клумбочка. Клумбочка. Да, красиво, красиво. Видите? Красают как. И вот эти все чисто одесские балконы. Вот тоже, да. Ну, как интересно. Зверюха. Ну, теперь вот это. Это вот чисто вот одесский дворик. Такой. С деревянной лестницей. С балконами. На Молдванке такие. Ну, вот в центре тоже есть. Да. Я как-то видела в фейсбуке. Выставили дворы. Кто знает, где такой двор? И там пошел спор. Такого нету в центре города. А это был вот этот двор как раз. Конечно, в основном такие... На Молдванке, да. На Молдванке, да. Но в центре города таких не один. Поверьте. Еще есть. Можно увидеть. У нас много видео таких. Ну, это надо искать. По плейлистам можно найти. Ну, все. Будьте нам здоровы. Берегите себя. Берегите своих близких. И пускай у всех наступит завтра. Берегите себя. Спасибо.